Приветствую вас, я прочитал ваш текст, и думаю, что глобально проблема заключается в вашей неуверенности в себе, в том, что вы сравниваете себя с его друзьями, с друзьями своего мужчины, и в том, что вы, вот, хотите именно проводить с ним время, то есть вы нуждаетесь в его внимании, вы нуждаетесь в том, чтобы, ну, как-то, может быть, как-то подтверждать, если на то пошло, как-то подтверждать свой статус, его статус, ну, то есть вот что-то такое здесь есть, хотя об этом вы прямо не пишете. И молодой человек, он это чувствует и, соответственно, инстинктивно от этого защищается. Также у вас имеет место быть некое обесценивание себя, когда вы, например, говорите, что представляете для него, только сексуальный интерес, вот, потому как это означает, что вы себя так видите, это означает, что вы к себе так относитесь, вот. И этот момент тоже желательно, конечно, подкорректировать. Также очень важно понимать, что есть разные представления людей о том, какими должны быть отношения в паре. Ваш молодой человек, ну, вот вы не сказали, на самом деле, кто составляет его, кто, из кого состоят его друзья, да, то есть какие там гендерные составляющие его друзей, вот. Но зачастую мужчины, которые ведут себя так, как ведет себя ваш молодой человек, это люди, считающие, что женщины, у которых такая, в целом, пассивная роль, и это, в принципе, их устраивает. И я могу, я могу понять вас, я могу понять, что вас это не устраивает, я могу понять, что вам это не нравится, я могу это прекрасно все понять. Но дело здесь не в том, чтобы проводить вместе время с ним и гулять вместе вдвоем вам с ним, а дело здесь в том, чтобы вы сами глобально чувствовали себя, быть более уверены, чем сейчас. А этого пока, как вы понимаете, нет, этого пока, как вы понимаете, не происходит. И, на мой взгляд, вот это является такой основной достаточно проблемой, потому что вы пытаетесь как-то вот через молодого человека, очевидно, доказать себе что-то, доказать что-то, ну, другим людям возможно, доказать что-то в себе, вот, все и вызывает конфликт, потому что мужчина, это действует так, как он хочет просто, он делает то, что он хочет и все, и он самообеспечивает то, что он хочет. Вам необходимо для этого что-то получить от молодого человека, это делает вас несколько более зависимым. Вот. Отвечая на ваш вопрос, связанный с тем, можно ли изменить отношения так, чтобы не гулять вместе, а не только сидеть дома и заниматься сексом, я думаю, что, да, можно, при условии, если вы сами будете демонстрировать свою независимость, чтобы мужчина, например, видел, что вы принадлежите не только ему, а что вы идете каким-то своим путем, что у вас, ну, свой вектор, вот, и что вы хотите заниматься, ну, там, другими вещами, что вы занимаетесь другими вещами, что вы общаетесь с другими людьми, ну, и прочее, 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 по факту, чтобы мужчина видел, что он может вас потерять. Вот, сейчас он такого не видит, сейчас он такого не наблюдает, и, соответственно, ситуация заключается в том, что он полностью расслаблен и действует только так, как удобно ему, а не как удобно вам. Вот, и здесь мы подходим, на мой взгляд, прямо к тому, что, чтобы определить, да, у вас есть проблема с защитой, защитой, точнее, своих интересов. Есть у вас такая проблема, и, мне кажется, вот, необходимо учиться, необходимо учиться защищать свои интересы, чтобы не было такого, что, вот, как бы, кто-то там, залаз, к примеру, решает, да, как поступать и так далее, вот, понимаете, какая штука, вот, теперь давайте пройдем с вами немножко по тексту. Итак, подскажите мне, пожалуйста, что мне делать? Что мне делать, значит, чтобы что? Ну, вы сказали, чтобы не гулять. Ладно, вы не сказали, зачем не гулять. Ну, мы молодому человеку 25, мне 24, у меня очень много, у него очень много друзей, он душа компания, он любит часто гулять с друзьями. А вы в этом контексте, что? То есть, вы, как в этом контексте, вы, у вас, как обстоят дела с друзьями, с друзьями, с социализированностью и прочее? Как у вас обстоят дела, вот. То есть, что, ой, это понятно, а вы, у меня сложилось такое впечатление, что вы довольно замкнутый человек, вот. А я не прав здесь, что вы довольно такой скромный человек, вот. Я не прав в этом. То есть, вы говорите про него, вы говорите про него, вот. А что насчет вас? Дальше. У нас с ним отношения были полгода, потом он меня бросил. Ну, здесь я бы сказал, что вижу тревожный такой, тревожный сигнал, потому, как вы говорите, что он вас бросил, как бы, ну, человек не может бросить другого, другого, да, то есть, он может уйти, да. Вот молодой человек, он ушел. Это правда, он от вас ушел, но он ушел, потому что, к примеру, его что-то не устраивало, допустим, поэтому он ушел. Вот, но он не бросил вас, а вот то, что вы почувствовали себя брошенной, то, что вы себя ощутили брошенной, это уже вопрос, как бы, к вашим ощущениям, почему вы себя ощущаете, от нем чувствуете брошенной, вот, с чем это связано, да, что вы себя чувствуете брошенной и так далее. Мне кажется, что это очень важный момент, который необходимо разобрать, потому что ощущение брошенности, оно у нас родом, то есть, детство, когда родители, например, оставляли нас, и мы думали, что, из-за этого мы думали, что, ну, что, с нами, да, вот именно с нами, ну, что-то не так, мы думали, вот, хотя это, ну, безусловно, это не правда, потому что никак, никак, никак не влияет поведение родителей, да, на, ну, на нас, как бы, вот, никакого влияния здесь нет. Но ребенок, он склонен, он склонен думать, он склонен считать, что с ним, с ним, с ним что-то не так, вот, может быть, с ним, может быть, что-то не так. Поэтому, ситуация вот такая. То есть, очень важно, очень важно рассмотреть этот момент, связанный с тем, значит, связанный с тем, как вы себя чувствуете, что вы чувствуете себя брошенно, брошенно, вот, этот момент очень важно рассмотреть, вот. Потому что, как бы, это то, вот, значит, это то, что влияет на вас, и влияет, давайте, ну, будем, будем честны, да, влияет достаточно, достаточно сильно, вот. А, это нужно рассмотреть, обязательно, это нужно обязательно рассмотреть. А, по-другому, по-другому просто не получится, вот. Дальше. Идем. А, так как меня не устраивало то, что он в свое свободное время, хорошую погоду посвящает друзьям и ходит время с ним гулять, а со мной вдвоем не пойти, он никуда не ходит. Ну, вот здесь, здесь, да, понимаете, есть такое ощущение, что вы пытаетесь на человека давить. То есть, я с вами, в принципе, согласен, что ходить куда-то нужно, но как вот вы себя здесь позиционируете, да, как вы себя позиционируете. Выглядит, выглядит все так, как будто вы пытаетесь, вот, человека, человека очень сильно контролировать. Вот. И, на мой взгляд, это далеко не лучшая позиция, далеко не лучшая, далеко не лучшая решение для вас. Вот. То есть, контролируя мужчину, вы, во-первых, не решаете свои собственные проблемы. Например, неуверенность в себе, допустим, или проблему, например, потребности во внимании, да, и в чем-то вот таком. И, с другой стороны, человек с вами ощущает, ну, ощущает давление, ощущает, ну, напряжение такое. Вот. Постоянно. Что тоже не добавляет, ну, каких-то вот плюсов, да. Вот. Поэтому, тут очень важно, конечно, сохранять такой вот баланс, да, очень важно сохранять баланс, чтобы и вы были довольны, чтобы и человек был доволен, вот. Вот. И чтобы не было, ну, не было напряжения, да. Чтобы не всей страны не было напряжения, вот. Вот. А пока что, будем, ну, будем честны, да, пока что у вас этого сделать не получается. Вот. У вас не получается сделать так, чтобы и человек был доволен, и чтобы вы были довольны. Что вот. Соответственно, в этом направлении, в направлении, условно, личных границ, так же можно действовать, так же можно работать. Вот. А, с другой стороны, если он с вами вдвоем никуда не ходит, значит, ему не интересно. Если ему не интересно, то это вопрос, опять же, к тому, что между вами общего. Понимаете? Вот. И смотреть нужно на это. Смотреть нужно на это. Если между вами что-то общее с вас объединяло бы. Дальше. Мы с ним разговаривали на эту тему. Он мне сказал, что мне нужно, чтобы я гулял в его компании, и что я домоскетка, так что я не хочу гулять, не хочу гулять с его друзьями. На мои броды ходить вместе гулять вдвоем. Он не реагировал. Сначала ему только у меня, у меня дома. А, что значит, не реагировал аноним? А, не совсем. Понятно. Ну вот, что вы подразумеваете под тем, что он не реагировал. Вот. Мне думается, что, ну, мне думается, что очень важно этот момент понять. Вот. А, и если между вами, если между вами действительно мало общего, да, если между вами действительно мало общего, то мне кажется, что в этом, значит, в случае нужно работать именно над этим. Вот. Такая вот история. То есть, пока я не очень понимаю, что это значит, что он никак не реагировал. Вот. не очень понял, если честно. Этот момент, да. Дальше. У него не было мотивации, получается. Так. Ммм. 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 Я не думаю, что для этого есть основания, если честно, честно, вот, я не думаю, но, если вы так считаете, значит, возможно, имеет смысл посмотреть, что вы вообще думаете о себе, да, и как вы к себе относитесь, вот, вообще, вообще, вот. Вполне вероятно, что отношения у вас к себе, как я и говорил, обесцениваются, ну, в той или иной степени, вот. Как вы считаете, реально ли поменять отношения с ним на такие, что мы с ним не только будем сидеть дома и сексом заниматься, но и вдвоем выходить на улицу погулять, так сейчас вы буквально не вытащите со мной на улице, со мной два на улице, а за время погулять он любит. Да, 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 возможно, возможно, но только при условии, если вы будете более самостоятельны, более ценностны и, вероятно, если вы начнете им отказывать. Ага, значит, если вы будете отказывать ему в, значит, ну, вот, в каких-то вещах, если вы будете ему отказывать. Только в этом случае, я думаю, будет иметь смысл что-то делать. Вот. Только в этом случае. В остальном, в остальном случае, при прочих равных условиях, я не думаю, что он что-то изменит. Такая вот история. Поэтому это вопрос к вам, опять же. как вы организовываете свою личную жизнь, как вы сами организовываете это. Вот. И что вы делаете для того, чтобы быть, вот, собственно, ну, такой, да, самостоятельным. Вот. Я думаю, такая вот история. Я думаю, что такой ответ можно вам дать. И, соответственно, исходя из того, что вы можете, исходя из того, чего вы хотите, уже можно будет что-то говорить. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам это будет полезным. Надеюсь, что вам это будет интересно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать, выдавать их в личку, вот. Любому эксперту, психологу, любые отношения, в принципе, можно гармонизировать. Вот. А, и, значит, соответственно, прежде чем гармонизировать отношения, да, нужно разобраться в себе сперва. Так что, ну, вероятно, потребуется, ну, вероятно потребуется какая-то вот работа над собой. Вот. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена и вы все-таки примете решение относительно того, что делать дальше со своим молодым человеком. Спасибо. 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 Спасибо.